В данном видео речь пойдет не о взломе точки доступа, а о том, как вытащить пароль с уже авторизованного клиентского компьютера. Но для начала разберемся, в какой ситуации это нам может понадобиться. Лично у меня возникала данная проблема в следующих ситуациях. Когда приходишь к знакомым и необходимо подключиться к Wi-Fi, но человек не знает пароль, так как он один раз его ввел и больше не было необходимости его помнить. Как-то просто попросили вытащить пароль к домашнему Wi-Fi с ноутбука. Ну а также ей была необходимость в переносе всех беспроводных соединений, с которыми ранее работал пользователь, на новую операционную систему. И чтобы после переустановки ноутбук автоматически подключался к точкам доступа и у пользователя не возникало потребности заново вводить пароли. Вытаскивать пароли мы будем из операционных систем Windows XP 7 и 8 и здесь у нас будет два метода. Это вытаскивание пароля к сети, к которой в данный момент выполнено подключение и из сетей, к которым ранее выполнялось подключение, но в данный момент оно не активно. А начнем мы с Windows 7, так как именно в 7 данный процесс наиболее упрощен. Итак, вот у меня есть подключение по Wi-Fi, поэтому сейчас для начала первым делом мы попробуем вытащить пароль к уже подключенной сети. Вот у меня это соединение System Admin. Для этого заходим в центр управления сетями и общим доступом, изменение параметров адаптера. Итак, вот этот адаптер у меня подключен, собственно, к точке доступа System Admin, поэтому жмем правой кнопкой мыши состояние и свойства беспроводной сети. И здесь переходим во вкладочку безопасность и указываем вот эту вот галочку отображать вводимые знаки. Вот, все отлично отобразился пароль для данной точки доступа, для подключения к данной точке доступа. По роликам всем профилям Wi-Fi соединения можно аналогично увидеть. Итак, заходим также в центр управления сетями и общим доступом, но здесь управление беспроводными сетями. И вот здесь у нас перечислены все профили. То есть, что такое профиль? Когда мы выполнили подключение к какой-либо точке доступа, у нас как бы сохраняются эти настройки, чтобы в следующий раз, когда мы будем, допустим, если стоит автоматически галочка подключаться к сети, если она находится в зоне действия, то автоматически благодаря данному профилю будет выполняться подключение к данной сети. И не каждый раз, когда мы подключались к какой-либо точке доступа, у нас создается определенный профиль для этой точки. И чтобы узнать, допустим, вот здесь у меня указана только одна точка доступа, то есть один профиль. Если несколько было подключений к разным точкам доступа, то их будет несколько. И отсюда мы можем узнать пароль к точке доступа, которая в данный момент неактивна. Но так как у меня она одна, то будем смотреть по этому профилю. Так, заходим в свойства профиля, здесь также идем в безопасность и аналогично ставим галочку отображать вводимые знаки и видим пароль. Опять же, если у вас нет прав администратора, то при указании галочки отображать вводимые знаки будет запрошен пароль администратора. И если пароль неизвестен, то можно сбросить пароль администратора, либо его поменять. Ну и также добавить текущего пользователя в группу администраторы. Но об этом я рассказывал в одном из своих прошлых видео. В Windows 8 процесс вытаскивания пароля для активного подключения аналогичен. Для этого переходим в центр управления сетями и общим доступом. Изменение параметров адаптера. И также в состояние Wi-Fi адаптера. Свойства беспроводной сети и безопасности. Опять же указываем галочку и видим пароль. Однако здесь отсутствует оснастка управления беспроводными соединениями. То есть управление беспроводными сетями. А следовательно мы не можем посмотреть профили беспроводных соединений, которым ранее выполнялось подключение. Это можно сделать через командную строку, но так как это довольно-таки неудобно, так как нужно помнить эту команду, как все это сделать, мы будем пользоваться специализированной программой. Тем более все вот эти процессы в ней проходят намного проще. Что касается Windows XP, то здесь вообще не отображается ключ в открытом виде. Давайте это проверим. Идем в пуск. Настройка. Сетевые подключения. Беспроводное соединение. Правой кнопкой мышки. Свойства. Беспроводные сети. И вот профили. Допустим, сейчас мы подключены к данному профилю. Жмем свойства. И здесь, как вы видите, у нас нет галочки отобразить ключ. И в данной ситуации нам поможет программа WilesKVue. Которую мы можем скачать с официального сайта разработчиков nirsoft.net. Здесь переходим в раздел Password Tools. Так, далее WilesKVue. Так, идем вниз. И здесь вот можем скачать 32-битную для 32-битных систем и 64-битную. Но я проверял 32-битную также на 64-битных системах. И все работало нормально. По умолчанию она англоязычная. Поэтому здесь вот есть русификаторы. Можно скачать данный русификатор и разархивировать находящийся там файл в папку с программой. И тогда программа у вас будет русской. Некоторые антивирусы могут посчитать программу за вирус. А точнее за хакерские инструменты. По сути так оно и есть. Так как она вытаскивает скрытые данные. Но в любом случае она не навредит вашей системе. У меня она уже сюда скопирована. И давайте ее запустим. И посмотрим что там в ней есть. Так, запускаем экзешник. WilesKVue. И здесь мы видим профиль, который у нас присутствует на данном компьютере. У меня это DIR300, HOME и System Admin. Однако вот ключ в привычном для нас виде в данной кодировке отображается. Но в XP он не отображается. И собственно это присуще конкретно для Windows XP. Но у нас есть данный ключ в другой кодировке. И он также подойдет для подключения к сети. Данная программа работает как в XP, так и в 7 и 8. И собственно также благодаря данной программе мы можем легко и просто перенести профили подключения на другой компьютер. У меня данная потребность была, когда нужно было переустановить Windows на ноутбуке. И чтобы пользователь не заметил никаких изменений при работе с привычными точками доступа, было решено просто перенести профили на новую систему. И чтобы не создавать их вручную, данная программа позволяет все это сделать намного быстрее. Итак, можем зажать кнопку Ctrl и выбрать необходимые нам профили. Либо нажать кнопку сочетания кнопок Ctrl, чтобы выбрать все профили. И далее жмем файл, экспортировать выбранные элементы. Допустим я сохраню на рабочем столе под названием VLAN. И теперь нам необходимо данный файл скопировать и собственно данную программу запустить и скопировать данный файл на операционную систему, куда мы хотим эти профили добавить. Допустим попробуем перекинуть профили на Windows 7. Так, давайте запустим данную программу. И мы видим, что какие-то профили уже данная программа обнаружила. Так, вот это можно удалить, так как на виртуальной машине запущено. Так, также у нас здесь виден пароль. Но для того, чтобы перекинуть эти профили и увидеть, что автоматически у нас Wi-Fi адаптер подключится к данной сети, давайте эту точку, точнее этот профиль удалим. Для этого сначала нам нужно отключиться от данной сети. Так, и опять же переходим в центр управления сетями, управление беспроводными сетями. И здесь удалим. Запустим программу и посмотрим, что у нас действительно никаких профилей нету здесь. Все отлично. Теперь давайте импортируем наши точки доступа. Итак, нажмем файл, импортировать ключи из файла экспорта. Я уже скопировал данный файл на рабочий стол, поэтому выбираем рабочий стол, VLAN и открыть. Все отлично. Тут также ключи в каком-то непонятном виде у нас отображаются, но все это из-за того, что все это дело мы экспортировали из Windows XP. Кстати, можно также проверить, запустить этот файл и посмотреть в каком виде он передает эти данные. При необходимости можно вот этот ключ скопировать и подключиться к какой-то сети, к которой он подходит. Итак, вот мы видим, что мы эти профили создали и как вы видите автоматически выполнилось подключение, так как для профиля System Admin стоит автоматически подключаться к данному профилю. И давайте опять же проверим, все ли профили у нас есть в управлении беспроводными сетями. Все отлично, все у нас удачно импортировалось и для пользователя работа с этими точками доступа будет совершенно такой же, как он работал и ранее до переустановки там операционной системы. В общем, благодаря данной программе мы можем как узнать пароль к точке доступа, так и скопировать профили подключения. Что касается Windows 8, давайте посмотрим, сможет ли данная программа вытащить отсюда у нас ключ. Так, запускаем программу. И как вы видите, все отлично, профиль был найден и собственно мы видим пароль без работы в командной строке. Продолжение следует...